Экономическая нестабильность рубля и стремительное его обесценивание повлияли не только на долларовые отношения. Юань, валюта, которая на востоке России имеет даже большее хождение, чем американский зеленый, тоже не стал стоять на месте. Конференция по развитию туризма в Манжурии, китайском городе, граничащем с Россией. В десятке докладов на тему, как улучшить туристический обмен, вариантов предлагается масса. В первую очередь, использование выгодного географического положения и богатого исторического прошлого района. Все выступающие уверены в развитии добрососедских отношений. В 2012 год был объявлен годом российского туризма в Китае, а в 2013 год стал годом китайского туризма в России. После того, что количество туристов, путешествующих между нашими странами, увеличилось. Однако декабрь 2014-го ударил по всем позициям. Так называемый шоппинговый туризм, который был популярен у жителей российского приграничья, увы, стал невыгоден. Нестабильность макроэкономической ситуации влияет на микроклимат отдельных городов, например, на приграничную Манчжурию. Сейчас здесь курс юаня настолько высокий, что покупать туристам из России китайские товары стало просто невыгодно. Сами китайцы терпят убытки и пытаются решить эту проблему, предоставляя какие-то скидки. В обменных пунктах кассиры сидят в ожидании клиентов, но последний здесь уже большая редкость. Сегодня за один юань дают 8,5 рублей, но это еще не самый высокий курс, доходило и до 13 рублей. Улицы Манчжурии во времена стабильного курса напоминали кусочек России. Теперь же русские здесь считанные единицы, да и те стремятся поскорее вернуться на родину. За счет доллара юань растет. Поэтому ни туристов нет, никого. Влияние американского доллара на отношения юаня и рубля ощущают на себе и китайские продавцы. Владелец магазина детской игрушки, господин Сьюй Дэ Хао, весь день проводит у стеклянной двери в ожидании покупателей. И так уже месяц. Другие просто закрыли свои лавки. Реализация планов по развитию туристического потенциала в такой ситуации рискует значительно затянуться. Ведь его главный двигатель торговли, если говорить применительно к китайскому приграничию, увы, сейчас переживает далеко не лучшие времена. Владимир Лишенко, Вести Чита